Здравствуйте, с вами Бравкович Татьяна. Я активный пользователь и консультант корпорации Сибирской Здоровья. И сегодня мы с вами поговорим о суставах. Наболевшие темы для очень многих. Как поддержать свои суставы, чем полечить, как делать профилактику. И я вам сегодня представила здесь несколько продуктов, которые я использую для профилактики и для лечения своих проблем, которые связаны с мышцами и суставами. Вообще в компании выпускается очень большая серия продуктов, бальзамов, БАДов, прополисов и ПАМов для ухода, для профилактики, для комплексного лечения суставных проблем. Но мы сегодня с вами поговорим только о нескольких. Это я выбрала бальзам, это живокост, это корень, ПАМ-31, это растительные капельки, фито-чай, гибкий лук, это суставной чай, и бальзам, гибкий лук. Это те продукты, которыми пользуюсь я и от которых получаю очень хороший результат. Ну, начнем с первого продукта. Это живокост. Ну, скажем так, даже возьмем сразу три продукта. Живокост, корень и ПАМ-31. Ну, во-первых, эти бальзамы, эти продукты, они натуральные. Они все на травах, экстракты трав, эфирные масла. И еще хочу сказать отдельно. Живокост. Это не тот живокост, который в аптеке, сразу говорю. Это продукт абсолютно натуральный и который состоит из трав. Я потом вам прочитаю его состав. Чем я люблю эти продукты? Тем, что их можно сочетать. Это продукты, живокост и корень, это продукты для наружного применения. А вот и ПАМ-31, я его добавляю в коктейль, который я готовлю. Вот из этих двух продуктов для суставов. И его очень хорошо применять вовнутрь. Об этом я тоже чуть позже расскажу. Вот смотрите, сегодня менялась погода. У нас, во всяком случае, приползла огромная туча. То есть давление немножко понизилось. И суставчики, ну у меня в данном случае мышцы, они дали о себе знать. То есть у меня проблемы вот от шеи. Вот мое проблемное место. И от шеи у меня частенько болит голова. И что я делаю? Я растираю свою шею, либо просто живокостом, либо гибким луком. Это тоже бальзамчик для тела. Либо корнем. Но в данном случае я сделала себе компресс. Я взяла немножечко корня, взяла пиалочку, налила туда немножечко корня. Положила туда немножечко живокоста и добавила 3 капельки ипама 31. Все это я размешала. Размешала и нанесла на свою шею. Я растерла свою шею, то есть от мужичка, включая плечи и седьмой шейный позвонок. И положила полиэтилен. Укрыла теплым шарфиком и отправилась в покой буквально на 40 минут. То есть мои мышечные проблемы. Мышцы сразу начинают получать питание, спазм снимается. И боль, вот это вот натяжение мышцы, боль, неприятные ощущения. То есть сразу вот эта вот усталость в плечах. Она сразу вся у меня в течение 40 минут, она у меня вся ушла. И то есть я сегодня вечером уже смогла снимать видео. И чувствую себя достаточно комфортно. Мне хочется вам прочитать составы вот этих вот бальзамчиков. И, то есть живоокост, корень, корень, посмотрю, сейчас есть у меня здесь корень. Нет, корня у меня здесь нету. На этой страничке не открыт. Я вам прочитаю состав. Корень я прочитаю вам. Здесь он у меня написан на тюбике. Значит, из чего он состоит? Состав, конечно, шикарный. Я думаю, что многие из вас корень очень хорошо знают и им пользуются. Он не только противовоспалительный. Отеки снимает, температуру снимает. То есть общеукрепляющим действием обладает. Вот с чего он сделан. Это масло пихтовое, живица сосновая, экстракт чабреца, экстракт коры дуба, экстракт пионы, экстракт мать-мачехи, экстракт крапивы, экстракт хмеля. Экстракт бадена, экстракт солянки, холмовой, экстракт дунника белого, экстракт дягеля, экстракт лобчатки, экстракт зверобой, экстракт чаки. Вот такой шикарный состав. Бальзам живокост. Это тоже натуральный бальзам. И сейчас я вам прочитаю про него. Я зачитывать буду с сайта. Натуральный бальзам обладает восстанавливающим действием, помогая при дискомфортных ощущениях суставов и мышцах, о чем я только сейчас вам говорила. Содержащиеся в бальзаме хондроэтин, глюкозамин, экстракт окомника, бодяги и натуральные масла комплексно активизируют процессы восстановления хрящевой ткани, способствуют повышению ее эластичности и усиливают местный иммунитет. Активные ингредиенты хондроэтин, основное вещество внутрисуставной жидкости, участвуют в построении хрящевой ткани, играют роль смазки в суставной поверхности, оказывают стимулирующее действие на регенерацию хрящевой ткани. Глюкозамин участвует в образовании хряща, сухожилий, суставной жидкости, соединительной ткани, благодаря ему бальзам благотворно влияет на повышение эластичности соединительной ткани, благодаря ему экстракт бодяги тонизирует кожу и способствует снижению отечности ткани. Экстракт окопника способствует снижению воспалительных проявлений в области суставов спины, поясницы, мышцах и связках, ускоряет восстановительные процессы. Комплекс эфирных масен эвкалипта, кайепута, можжевельника, розмарин и гвоздики обладает успокаивающим и согревающим действием. На самом деле, когда я делаю вот такой коктейль или просто накладываю живокост, опять же я его втираю в область шеи, прикладываю полиэтилен, полиэтиленовый пакет, потом в тепло и в покой. Вот этот вот согревающий эффект, он длится очень мягко и очень долго. То есть я даже если я засыпаю, этот эффект, я просыпаюсь, этот эффект он длится. Я, конечно, полиэтилен снимаю и все-таки оставляю теплый шарфик на шее, потому что вот этот запуск, который я совершила живокостом, он еще длится еще где-то примерно минут 30. То есть этот эффект еще идет, идет и идет. То есть работа с мышцами, доступ питания к мышце, то есть улучшается кровоток, мышца размягчается, расслабляется и шея нормально двигается. То есть весь дискомфорт, он буквально уходит. Вот такой вот живокост. Но что хочу сказать. Все вот эти, кстати, вот гибкий лук, он, действия у него подобные. Но на него я обращу внимание позже. Хочу сказать, что растирание это все здорово. Но чтобы была профилактика, чтобы действительно суставные вот эти заболевания, они тормозились, уходили. Еще нужно использовать внутрь средства. В данном случае я использую чай суставной. Это, скажем, самое простое средство. И памчик 31. Вот чай суставной я вам сейчас покажу. Он в таких фильтр-пакетиках. Вот такой фильтр-пакетик. Который заваривается на стакан воды. И принимается по полстакана два раза в день. Он, кстати, очень приятный на вкус. Он не противный. Пить его можно с песочком, с конфеткой, с чем угодно. Чем хорош этот чай? У него классный состав, который я вам тоже прочитаю. Что он делает? Он выводит соль из организма. И очень важно, он препятствует отложению солей. То есть он выводит. И в то же время препятствует отложению новых солей. Это очень важно. Обладает болеутоляющим действием. Улучшает кровообращение. И опять же, те травы, которые входят в его состав, они обеспечивают питание суставом. И благотворно влияют на состояние мышц. И памчик 31. Это растительные капельки. Здесь у нас прополис, маточное молочко и сбор экстрактов трав. Которые также способствуют улучшению кровообращения. Улучшают гибкость суставов. Препятствуют образованию солей на суставах. Являются общеукрепляющим действием. И обладают противофиброзным действием. Почему я его и добавляю в свой коктейль. То есть, представляете? Вот состав корни, состав живокоста и плюс состав ипамы. И получается такой шикарный коктейль, который способствует. И сделать из него компресс. Получается такое шикарное действие на сустав. Который получает, ну скажем так, почти сразу облегчение. И я вам сейчас очень мне хочется прочитать состав чая гибкого лука. И состав ипама 31. Конечно, я это наизусть не знаю. Это запомнить сложно. Потому что составы очень большие. Они шикарные. И прочитаю, как они действуют. Чай гибкий лук. Читаю про него. Рецептура фито-чая гибкий лук основана на представлении бурятской медицины о том, что наши суставы теряют гибкость из-за стоя суставной жидкости. И выпадение в осадок соли и кальция. Именно поэтому такой чай незаменим для людей зрелого возраста, у которых застой жидкости в организме происходит ввиду снижения физической активности, а также для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Чувствуете, да? Очищающий растительный комплекс фито-чая, листья брусники, чёрной смородины, трава, савельника и хвоща способствуют нормализации водно-минерального обмена в суставах, препятствуя отложения в них солей и вредных продуктов обмена. Натуральный противовоспалительный комплекс это лабазник и корни солодки снимает отёк и воспаление. Источник витамина С и биофлавоноидов, листья брусники, плоды шиповника обеспечивают прочность и износа стойкости суставов, а также синтез коллагеновых волокон, образующих каркас суставного хряща. Вот такой замечательный состав и с таким замечательным действием. Самое главное, что это состав натуральный, и вы не получите никакой побочки, и ваш желудок останется цел. Это очень важно. Вот состав. Листья смородины, листья брусники, плоды шиповника, трава лобозника, трава сабельника, трава хвоща, корни солодки. Вот это состав вот этого чая. У него, да, привкус солодки, конечно, имеется, но он такой настолько легкий и настолько невесомый, что вот я лично его не замечаю. Так, еще мне хочется вам прочитать состав и действия ИПАМа 31. Очень хороший ИПАМчик, очень он нравится, он очень приятный на вкус. Читаю про ИПАМ 31. В составе ИПАМа 31 вошли экстракты лекарственных растений, продуктов пчеловодства, источники активных веществ, необходимых организму для восстановления суставов и соединительных тканей. Лекарственные растения, маточное молочко и прополис оказывают поддержку опорно-двигательной системе, оказывают общеукрепляющее и заживляющее действие. Источником глицеризиновой кислоты является солодка-гладкая, экстракт которой в высокой концентрации вошел в состав биодобавки, регулируя водно-солевой обмен. Она влияет на синтез гормонов, что обеспечивает положительный эффект при профилактике костно-мышечной системы. Она обладает обезболивающим и противовоспалительным действием, оказывает положительные действия при восстановлении суставной и костной ткани. Экстракт чаги или березового гриба обеспечивает поступление в организм хромогенного комплекса, который обладает противоопухолевым действием и является натуральным антиоксидантом. Дополняют его действия органические кислоты, положительно влияющие на обменные процессы в организме. Их источником стали экстракты брусники и калины. Важную роль при восстановлении суставов и костной ткани играет нормализация работы сосудистой системы кровообращения. Экстракт боярышника способствует кровоснабжению, обладает сосудорасширяющим и спазмолитическим свойством. Прополис и маточное молочко богаты дегидециновыми кислотами, способствующие защите клеток от вирусов и укреплению иммунитета, а также обладающими бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Маточное молочко и прополис усиливают ферментальную активность, регулируют клеточное питание, сосудистый тонус, гормональную деятельность и снижают уровень холестерина в крови. Продукты пчеловодства способствуют кровотворению, благодаря чему их часто используют в качестве укрепляющего средства без различных средств после различных болезней. В состав плоды боярышника желтого, лист, брусники обыкновенные, корневища и корни солодки голой, пчелиное и маточное молочко, прополис, корни лопуха, вайлоч, корни лопуха войлочного, трава тысячелистника обыкновенного, плоды брусники обыкновенной, плоды калины обыкновенной, листья крапивы двудомной, чага, почки березы провислые, трава хвоща полевого, мумиё. Вот такие замечательные средства, которыми вы можете воспользоваться, в каких случаях, когда у вас появились какие-то неприятные ощущения в суставах, которые вы можете включить в комплексное лечение, если у вас уже есть проблемы с суставами, и когда вы уже прошли лечение, но чувствуете, что ещё нужно подлечиться и восстановиться, то есть, чтобы довести своё состояние до выздоровления, вот эти вот продукты, они могут очень здорово вам помочь. Все эти продукты вы можете приобрести в интернет-магазине. Внизу, под этим видео, вы найдёте ссылки на интернет-магазин и ссылку на PDF-каталог, где вы можете подробно ознакомиться с нашей продукцией и с её ценами. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова